Так, ну что, начинается у нас матч. Всем привет, кто раньше не был с нами. Итак, у нас Каленте и Архон Оранж. Еще одно такое противостояние. Такое противостояние Клауд Найн и Архон. Только что Клауд Найн у нас потерпела поражение, Фарбат проиграл Амазиаку. Ну, посмотрим, что же будет дальше. Калента, один из моих любимых игроков. Сейчас в Андруиде рассуждает, разыграть ли тень с Инервейта. Ну, не знаю, наверное, в этом есть какой-то смысл. Ну и против него у нас Лок. Возможно, это Хендлок. Может быть, какая-нибудь разновидность Рено с Шадом Болтом. Интересно. Ну что, действительно, все-таки отваживается на этот шаг, играет тень. Смотрится это хорошо. И ответ. Вкусные зомби. Ну что. Тень, наверное, выводить сейчас точно нельзя. Просто в лицо. Интересно, что здесь будет разыграно. Наверное, гангбосс точно не увидит, потому что под тенью выпускать слабовато. Наверное, здесь есть смысл сыграть топдекнувшегося Дарк Пэдлера. И выходить уже потихонечку в Дракона. На третий ход. Смотрим, что принесет у нас Раскопка. Жаль, нам не видно. Ну что. Курица точно не вариант. Ну вот, если только насчет Гнома и Солфаера. Что-то одно из этих. Гном, в принципе, смотрится неплохо. Но Солфаера все же лучше. Ответа так и нету по мани пока. Все слабо. Рев тратить он. Каленто не хочет. Просто идет под контроль Пэдлера. Неплохой ход. В принципе, на четвертый ход. С большой вероятностью будет разыгран свайп. Собственно, этот Пэдлер. И погибнет. Да, и тут третий ход. Дракон. Да, скорее всего, это Рено. Я видел такие разновидности колод. И тут, наверное, играется Бран. И бомбер под Брана. Два раза по 4 урона. Довольно-таки прикольная комбо. Ни один товарищ промышляет этим делом. Так. Ну что, свайп. Да, действительно. Свайп смотрится неплохо. И тень выводить пока все еще нельзя. Мастер Тимп может быть попозже. Когда-нибудь. Ну, я не думаю, что это будет кому-то интересно. Хотя, кто знает. Ну что, нужно здесь задуматься. Защитница. Или гангбосс. Гангбосс. И, собственно, пропускает ход. Уже большая тень. Это тоже важно. Как же здесь сыграть правильно? Что, получается, в таунт нужно ставить друиды. И, собственно, тоже задумываться о дальнейших каких-то ходах. Ну, не знаю. Тут Харрисон смотрится все-таки неплохо. Есть такая мана кривая. А вот чего нет у Оранжа, так это АОЕ. Придется, наверное, тратить вот этот Шадов Болт. Или же как-то раздумывают о том, чтобы разыграть своего бомбера. Выгодно. Ну, если бомбер попадет, например, по друиду, то тень уже 7-3 на следующий ход. Будет очень неприятно. Действительно, очень неприятно. Есть над чем подумать. Действительно, есть. Наверное, бомбер здесь смотрится лучше, потому что это примерно эквивалент Шадов Болт. Ну, только после Болта ничего уже выпустить не получится. Ну, только протектора. Но пока, наверное, рановато. Да, ну, только если тапнуться. Тапнуться, наверное, нужно было бы заранее. Но да ладно, это, собственно, не проблема. Ну, что? Здесь Харрисон и пеньки в подконтроль импа. А, или просто проигнорировать этого маленького импенка. Не думаю, что это так здесь важно. Или же вообще саплингов сделали двух. Вот так разыгрывает Калента. Смотрится достойно. И, кстати, вообще даже не убивает гангбосса. Хоть это смотрится вполне себе отлично. Ну, что, чем ответит? Сильваны или удешевленным Таурисаном? Ну, Таурисан, конечно, может удешевить здесь порядочное количество карт. Но не знаю, будет ли это хорошей игрой задумался у нас Оранж. Действительно, есть над чем подумать в непростой ситуации. Я думаю, он понимает, что Калента не зря вызвал саплингов. И есть у него план разыграть, может быть, Рор, если выйдет какое-то большое существо. Ну, посмотрим. Бомба. Да. Испортс. Все нормально. Все нормально. Да. Да, и Салфайр тоже тратит. Интересно, что вылетит. Вылетела самая лучшая, наверное, карта. Вылетел Бероно, было бы интереснее. Ну, что. Посмотрим, что у нас Лорница принесет с топ-дека. Я, на самом деле, упустил. Да, действительно, там был летал. Ну, в любом случае, этого не случилось. Причем, Оранж сыграл неплохо. Он видел это тоже. Разыграл Бомбера, чтобы избавиться от этого летала. Итак, приходят еще саплинги. И выходит кипер. Тратит энервейт, чтобы подконтролить. Импа. Интересно. Хочет, чтобы его саплинги жили больше. Выходит Дарк Бомба. Ну что, будет ли она разыграна именно сейчас? Но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Возможно, это будет Теори Сан. Прямо сейчас. Смотрится он хорошо по мане. В принципе, да и выхода другого особо нет. Сильвана здесь смотрится слабее. Теперь дешевле Руно, что приятно. Крошер дешевле. Можно сыграть в хорошем темпе. Ну что, ничего не поделать. Нужно избавляться от Теори Сана. Можно разыграть кипера. Корни. И, собственно, силу героя, наверное, саплингов сделать еще больше. Ушел тот из многочисленных таунтов. Так что тут тоже, кстати, можно посчитать. Может быть, здесь летал на следующий ход. 10 будет с Рева. И, собственно, 3, 4, 5, 6. Но нет, летала не будет. Но знает ли об этом Оранж? Перестрахуется ли он сделает Рено сейчас? В принципе, по мане смотрится неплохо Рено плюс Крошер. Или же немного пожагничать и сыграть Бума. Посмотрим, как сыграет у нас игрок из Архон. Да, все-таки перестраховывается. Играет на Верочку. Действительно, подхил 12 хп. И сейчас небольшие проблемы. Особенно проблемы с топдеками. У Калянта два хода подряд. Эти ваундгросс. Теперь приходится Рев тратить только лишь на то, чтобы почистить этот стол. Все саплинги умрут сейчас. И посмотрим, что же выпадет с Крошера. Выпадает отличное существо. Отличное, потому что лог очень часто тапается. И, в принципе, он будет активировано. И 2, 4. Это прекрасные статы. Да, одного саплинга даже в живых оставляет. Как говорится, нужны все ресурсы сейчас Калянта, чтобы устоять. Ну, здесь уже серьезное преимущество у Оранжа. Я думаю, сейчас будет бум. Можно, в принципе, и не пожалеть бомбу. Разыграть ее на Кипера. Или можно тапнуться. Это позволяет хп. Да, и с бумом. Тут, конечно, это немножко повезло. Может здесь по темпу выехать. За БГХ. Ну что, смотрим на 2 топ-дека. Как я понимаю. Первый это лорница. Вполне неплохо. А затем... Дракон. Тоже прекрасные дропы. Угу. Насколько? На 4, конечно же. Что я глупости спрашиваю. На 4 в лицо. А вторая... Убивает Кипера. Угу. Оранж даже глазом не повел. Все, как должно быть. Угу. И implosion. Ну что, выберет у нас... Наверное, Дарк Бомба и Селивана. Это очень классный ход. И здесь, опять же, смотрим, что будет с доборов. Лорница. Дровые 2 карты. Гнев и ментальный техник. Не очень здорово. Придется делать шейп-шифт. Бить в лицо. Есть еще шансы у одного-другого игрока. В принципе, довольно равный поединок. Угу. Белчер. Можно разыграть Белчера, в принципе, с Аргусом. Останется полуживая Селивана с 1 хп. Ну, это неплохой стол. Огромный таун 4-6, который еще и с предсмертным хрипом. Да еще и нужно придумать, как Селивану подубить. Потратить на это и время и ману. Угу. Нет. Все-таки так играть он не хочет. Белчер. И полностью разбиться Селиваной. Решил, что Аргус пригодится. Даже не разбивается. Даже идет в лицо. Есть кипер, поэтому, если что, Селивану можно будет подконтролить. Ну, что да, действительно, Селиван идет на Селивану. Нельзя было оставлять ее без внимания сейчас. Особенно, когда стол становится еще больше. Есть. О, я. У Оранжа. Поэтому все, в принципе, неплохо. Ну, что, наверное, здесь можно сделать тап. Посмотреть, что зайдет. Угу. Это будет неплохо. Да, крепко задумался Оранж. Такой матч нам действительно равных. По силе игроков такое наблюдать очень интересно. Аргус. Аргус. Ну и что? Дальше. Селивана в лицо. Ослись умрет от Лорнинс. Ага, даже. Так. Селивана, чувствую, не доживет. Да, тратит у нас ОЕ. И выходит на летал на следующий ход. Кален, я думаю, все прекрасно понимает. Сейчас будет придумывать свой план. Ох. Ну что? Может быть, здесь смысл разыграть здесь дракона? Или все-таки Теорисана? Вот этот такой палкаду в концах. Конечно же, умирает у нас таунт и дракон. Хорошо, если бы он принес еще один гнев. Все-таки Теорисан. И теперь 8 хп получается у друида, пока он вне зоны досягаемости. Но посмотрим на топ-деке. Лодхип. Лодхип это отлично. Лодхип еще и форсир. Собственно, можно немножко отдалиться от зоны летала. От зоны 14 хп. Ну что, может быть, Hellfire даже потратить. Hellfire. Перед этим ударится Аргусом. Собственно, потом подхилится. Вот это по мане плохо получается. Наверное, нужно играть рискованный импложен. Плохо будет, если он пойдет на 2. На 3 практически идеально. Все в порядке. Да, и вот он. Лодхип. И 5, 6, 7, 8. Ну что, Йоло. Ментальный техник. 25%. Поехали. Чего уж там. Можно, в принципе, дракона сначала сыграть. Можно попытаться поймать свайп. Этот сумасшедший свайп, который уничтожит весь стол. Кто знает. Ну. И нет. Не везет немножко календа. И это первая партия за Оранжем. Долгий получился поединок. Контроль колоды. Это не 2 рашущих парня. Полный контроль. Полный контроль. И Джараксус. Эффектный конец. Перерыв буквально 30 секунд до следующей партии. Долгий получился поединок. Эффектный конец. Стоит, though, а great win for Orange to pick up. That's a nice start for him moving into the series. Yeah, a couple extra cards in here to help handle the Druid issue, too. The Bomb Lobber being a big contribution, as well as the Shadow Bolt. Just being a cheap way to deal damage onto one target. You know, Druid doesn't play a bunch of minions at one time. It kind of just goes one at a time and moves at the curve. So if you can use Shadow Bolt, just 3-4 damage, take out a guy, and then play sort of a small guy to go along with it. That's a totally reasonable play. We saw the Shadow Bolt be a pretty big impact in that game. Yeah. So we're going to move into game number 2 here. Kalento going to throw out the Druid once again. And Orange with the Secret Paladin. So this matchup's pretty close. Overall. Yeah, it tends to be a little bit favored in the Secret Paladin side, I'd say. When they get off to good starts, it's really hard for the Druid to win. And Ragnaros, if you kind of go one for one at the curve, and then have Ragnaros, and they don't have Big Game Hunter for it, that's the kind of card that can really take control of the game with just one or two turns. So Kalento does have a very strong start here with turn 3 Emperor Thorosad. But we'll have to see what keeps along with it. Yeah, so turn 3 Emperor Thorosad followed by a power to try. So, we're going to continue. Now we're going to do it. Secret Paladin will be противостоять Kalento. It's a bad move. It's a bad move. Paladin, if not считать огромного Ragnaros, but yeah, I think we'll go first to the Secret Keeper. А далее Kalento, я думаю, очень-очень хочет выйти в Таури Сана на третьем ходу. Посмотрим, получится ли у него это. Не играет еще одного Secret Keeper. Интересная, интересная игра. И тут, конечно же, стоит разыграть Wild Gross. Махает головой Orange, понимает, что дело пахнет жареным. Ну что, Keeper и еще один Paladin Recruit. Как-то так. Или уже разыграть Зубцевик. Если сейчас разыграть Зубцевик, то с высокой долей вероятности на третьем ход можно разыграть Ульдамана, и у тебя получится 3-3 Существо под Бавлом. А это неплохо. Это действительно неплохо. Мы знаем, что есть... Я даже не забыл, как называется Страш Луна Света, по-моему. Что за 4 маны? 3-3 Саты. Да, играет сейчас Зубцевик и сразу же даже бьет им. И видит перед собой Туврисана. Ну вот, этот Туврисан, конечно же, умрет. Ульдамана слишком хорошо смотрится вот этот баф. И всего 4 маны. И плюс останется 2 крупных существа. 3-4 и 3-3 на столе после. Ну и у Калента уже выражаются такие немного... Появляются проблемы, скажем так. Ну, сейчас будет разыграно лорница. Или же захочет сыграть Кипера и сделать Сайленс. Оба варианта интересные и хорошие. Смотрим на топ-деке, значит. Еще одна лорница и дракон. Вполне неплохо. Печать королей. Очень мощно. Я думаю, она будет разыграна. Но интересно, будет ли она разыграна в подконтроль. Я бы, наверное, предпочел здесь подконтролить печать у королей. Ведь получается 7 атаки. И этот ульдаман сейчас может умереть от БГХ, например. И тогда будет похуже стол смотреться. И, собственно, темп потеряется. Но БГХ в любом случае нету. Ну, и тяжелая ситуация у Карента. Нужно что-то придумывать прямо сейчас, прямо здесь. Сыграть Кипера, наверное, в Сайленс. Или же потратить размах прямо сейчас. И сыграть Ментального Техника просто для... Ну, в темп. Посмотрим, что выберет у нас игрок из Украины. Задумался. Крепко задумался. Потратит пеньков. Ну, пеньки было бы классной идеей, если бы умирал этот ульдаман. Чёрт возьми. Ну, что, надо бить, да, вот этого ульдамана. Кипер. Кипер Камбок уже с ней. Выходит как бы, ну, выходит на... Свайп на следующем ходу. Ну, что, здесь Челленджер. Ничего не остается, в принципе. Не вижу другого хода. Неужели он хочет разыграть как-то ульдамана? Ну, не вижу в этом смысла. Челленджер смотрится неплохо. Доктор 6. А дальше у Калента будет интересный такой ход. Было бы неплохо сыграть шейп-шифт, ударить в лицо, а потом сыграть Ментального Техника. О, ну да, на самом деле этот ход действительно получается. Шейп-шифт в лицо. Появляется еще одно существо. Играем Ментального Техника. Воруем огромную 9-8 махину. Ну, и тогда добиваем уже с помощью Инервейта, свайпом, все остальное. Ну, что получится. Действительно будет хватать на всю мана. Ну, что? Ну, немного не туда. Венч. Ну, если украдет Челленджер, это будет просто лучшее. Посмотрим. Первый раз с Ментальным Техникой. Это Калента. Это Скилл. Это Киберспорт, дорогие друзья. Сюда попадают только с таким везением. Ладно, отличная игра. Да, Оранж понимает, что сейчас игра просто ускользает. У него из-под ног, из рук, как угодно. Здесь уже нужно разыгрывать просто все, спамить на стол. Конечно же, бросать самопожертвование. Неплохо, неплохо пока справился с этим столом. Но тут есть Доктор Бум. Ну, что? Кипер и Дракон. Или Доктор Бум. Доктор Бум смотрится неплохо. Дает нам здесь дополнительные статы. Умирает Ментальный Техник. Неплохо. Ну, что? Сейчас будет баф всех существ. Да, с высокой долей вероятности здесь выйдет Рагнарос. Ну, наверное, нужно подконтролить. Сначала Или же выпустить сразу Рагнароса, посмотреть, куда кинжал пустится. Интересный, интересный момент. Да, бомба летит отвратительно. Ну, что? Надо выпускать Рагнароса и думать о том, что кинжал попадет именно в бомбу. И бомба еще на единицу в лицо полетит. Ну, в идеале. Да, лучше, конечно, вот так отдаться. Не хочется, чтобы Рагнарос сейчас... Да, что за бомбы такие на 4 летающие? Эти бомбы мешают. Ну, что? Давайте драконы, давайте свайп. И тогда Каленто совсем будет нечестным игроком. Но, на самом деле, и гнева здесь хватает полностью. Будет убить Рагнарос. И шейп-шифт в лицо. Ну, здесь ничего не остается, кроме как спамить все, что только можно. Спамить, спамить, спамить и надеяться на топ-деки. Эвенш тоже не стоит экономить. Здесь уже время есть сыграть лорницу. Не есть дешевый, кстати, кипер. Интересно, оставит ли его в руке в Каленто под... Под Тириона. Скорее всего, я думаю, что оставит. Не помешало бы сейчас еще одни пеньки найти. Одни он уже, как мы помним, истратил. Но под контроль стола. А вот вторые пригодились бы прямо сейчас. Хорошо, что есть свайп. Подумал, наверное, Каленто после такого, как увидел, огромное количество маленьких паладинчиков. Можно потратить одного кипера. Это будет вполне себе нормальное решение. Скорее всего, он ударится от паука, чтобы разыграть секрет. Можно даже, да, действительно разбить сейчас кипером дымак паука. А потом бафнутое существо, убить свайпом. И это смотрится просто великолепно. Да, и Оранж понимает, что это, скорее всего, ОГГ. Ну что, Каленто сравнивает этот счет в матче. Тут уже ничего не поможет. Вот, действительно, даже пришедший топ-деком Тирион ничего не изменит. И консид. Все изменило вот тот ментальный техник, который действительно сворывал то, что нужно. Класс. Класс игра. Каленто всегда, всегда очень интересно. Что, 5 минут перерыв? Не 5 минут, буквально секунд 30 перерыва. Звук. Продолжение следует... 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 ну если выйдет челленджер то туль дома он может сыграть злую шутку нужно его контролить наверное хотя может быть колен там подумал что челенджера и нету потому что вот такой ход сделал на шестую ману orange но он все-таки есть ну что доктор 6 в бой не понимаю почему раздумывает здесь оранж почему не хочет так просто вызывать да неприятно конечно сейчас будет он легко умрет но в принципе ходов других то и нету будет сейчас разыгран укус собственно бгх добьет большое существо но опять же повторюсь вариантов других ты особо нету orange понимает и я думаю он уже понимает что за этим делом стоит тот самый 3 мана бгх на самом деле читал я отзывы сообщества многие согласились с тем что бгх нужно как-то менять и уж сильно его повысили теперь он будет стоить 5 маны буквально уже через три дня и компетитив ходит практически молоко делает он 32 защитника ну что зубцевик под контролем наверно печать нужно сейчас разыграть огромное существо огромный урон и призыв бой разыгрывать здесь пока плохо нам вот секрет смотрится лучше ну что слоем казнь нет сейчас срочно нужен бум здесь колен то тем более знает что играет у нас orange рагнароса и причем этот рагнарос лежит с начала игры и я уверен на сто девяносто девять процентов что колен то держит это в уме не понимая что сейчас выйдет или тиреон или рагнарос и вот таким ходом немножечко на безопасность может он себя безопасить 25 процентов вперед ну что нормально 25 это нормально скорее всего конечно же будет разыгран призыв бой под контролем бомба и еще вызван маленький паладинчик сразу же даже меня это оружие немножко я не понял зачем он это сделал мог и другим оружием подразменяться ну потерял бабл него солдат крайне крайне тяжелая ситуация что делать непонятно хоть слаймами бей своего бума и ищи карты серьезно бомбу в любом случае нужно отдавать сейчас не надеется что она заменит берет берет с собой еще одном паладинчик а вот тут дальше нужно рассуждать на бум идет под контроль хотя на самом деле две печати короли короли уже ушли до нужно разыграть слайм я считаю что нужно бить своего своего бума и доставать что-то что-то доставать но колен то ну что рагнарос и вангую но бьет он бума сто процентов вид бума так как так это все не может кончиться нет второй казни но есть харрисон джонс что первый слайм шилдмейдан чуть-чуть не хватает не хватает чуть-чуть и это очень обидно что второй слайм наверно харрисон здесь как-то получше смотрится действительно получше он хотя бы выведет на 50 процентов ну еще раз подставят свое плечо нет все таки колен то не хочет рисковать еще раз слайм не харрисон да действительно ну что казнь по моему ходил только когда казнь поэтому все может быть давайте поддек смотрим кинжалы 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 что жонглер belcher и reinforce но кинжал в лицо нет все рагнарос заканчивает эту партию 21 секрет паладин одарял воина действительно контроль войны не так легко справиться с паладином и что я помню что у колен то мурлок мурлок пал и собственно на контроль воин и остался шаман шаман у оранжа все может быть может шаман легко обыграть ни одну и другую колоду знаю тяжеловато будет к лента будем конечно держать за него кулаки нашего игрока но по мне тут очень 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 сложная ситуация действительно как из нее выбираться непонятно но будем надеяться на тотальный не заход шамана я уже вижу что у него идеальная мана кривая без монетки так что нужно менять много чего колен то нужно искать пироман то нужно может быть вару мурлоков каких-то подыскать желательно что трусильвер был раз жену с монетка играет все меняет колен то что же приходит взамен да отлично отличный концентрэйшн и пиромант и quality хорошая карта сейчас колен то и сейчас нужно подумать отдать ли монетку и мурлока или же придержать придержать монетку может быть для игры с пиромантом нет нет не хочет получать лишний урон у нас игрок из украины а нет просто играет reinforce не хочет даже полагаемом мурлока тратить понимает он что так и так убьет паладинчик для прогнома но не тот то было жонглер пламенем многие спрашивают почему играются жонглеры пламенем в этих шаманах вот он ответ выигрывается темп сейчас еще и всадник слишком все по мане и очень хороший топ для крошера ух тяжелая будет партия тяжелая слишком ранее агрессия такая поддержана ну что еще один маленький паладинчик и собственно на этом пропуск хода и крошер крошер и под контроль паладинчика нужно убить мне кажется все таки есть ульдоман и я думаю оранж знает что играет он эту карту но тут надо избавляться от всех от всех существ идет и quality и главная интрига только в том что же выпадет есть кровь выпадает чуть ли не лучшее существо ну конечно после мелхаус на что расскажем так выпадает очень хорошее существо да вот так снова стола заполняется приходит еще и тотем есть за шок который может спасти например от белчера который может внезапно прийти стоп дека но нет приходит трусильвер и наверное сейчас календы думать лишь о том сыграть сейчас освещение или же можно разыграть трусильвер и на следующий ход как-то сделать освещение сложная ситуация на трусильвер по моему смотрится лучше меньше вот так урона получает тяжеловато мог паладином одолеть такой заход шамана вот и вот и очень-очень-очень плохая карта она заставит паладина еще и на себя принять удар трусильвера что освещение освещение и дум сэр на опережение думаю это будет лучшая игра в этой ситуации посмотрим как сыграть у нас календо останется у него 9 даже 8 хп на следующий ход можно будет сыграть еще один трусильвер может быть как-то добрать с него хп посмотрим интересно чем сейчас думает календо как-то обойти удар голема но нет не получится не получится тотем нужно уничтожать не интрига лишь в том разыграет сейчас думсейра на по-моему нужно нужно его отдавать чтобы ничего не пришло на следующий ход на стол и тут слайдинг болт ну смотрим если наверное будет тотем на заклинание можно и потратить сейчас молнию но думаю пропустят ход оранж этот раз здесь сто процентов будет взять трусильвер удар в лицо думаю календо перестрахуется 8 хп это очень 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 мало два заклинания практически любых могут сделать дела есть альтернатива можно разыграть рейнфорс и ульдомана но это рискованно может как раз таки хватить мы сейчас видим что буквально 2 урона не хватает шаману дом ну справедливости ради им скажем что не помог бы трусильвер к сожалению календо наш игрок покидает этот турнир но сражался он достойно действительно не заход поздравляем оранжа победил он здесь ну что всем пока пока я прерываю трансляцию